Нужно понимать в Elementor Pro базовые настройки каких-то вещей, чтобы упростить создание страницы для более продуктивной работы. Меня зовут Федор Васильев, давайте подробнее поговорим про цветовую палитру. Мы можем задавать цвета к любому элементу текста, заголовка, в отдельности, а также мы можем назначить это глобально, чтобы, например, для всех заголовков был только один цвет, для подзаголовков другой цвет, для акцента на сайте третий цвет. И это правильно, если мы это знаем, как это делается, если есть такая возможность в плагине в конструкторе, то лучше это настроить изначально. Давайте в этом видео разберем этот момент. То есть в админке своего сайта я перехожу страницы, все страницы, перехожу в страницу, в тестовую, редактировать в Elementor. То есть изначально у меня сейчас голый сайт, у меня сейчас нету никаких предустановленных настроек. Ровно так же, как это выглядит, например, у вас. И если я сейчас добавлю, например, какой-то заголовок, Далее я добавлю какой-то подзаголовок на страницу. Следующее. Я добавлю, например, иконку или иконки. И потом я добавлю еще и кнопку. Что получается? Вы видите какие-то цвета. Заголовок, подзаголовок, иконка, кнопка имеет цвета. Это цвета по умолчанию. Нужно нам понимать, что мы можем в отдельности настроить каждый элемент. Размер, шрифт, цвет. Но лучше изначально сразу продумать палитру. Потому что здесь есть такие возможности в Elementor задать глобально цвета. То есть каждый заголовок ниже на странице, когда вы будете размещать, или на других страницах, вложенных страницах, он уже будет нужного для вас цвета. Это будет как бы правильно и сокращать время создания страницы, так как цвета вы уже вначале задали. Как это и где настраивается? Я специально добавил сейчас тестовые тексты, иконки, чтобы вы сразу наглядно видели, как это работает. То есть вот я контент небольшой набросал, далее я перехожу. Вот на эту страницу Elementor. То есть как сюда попасть? Вот я нахожусь вот здесь. Вот сейчас я вижу все плагины. Вот эта маленькая иконка гамбургер. На нее кликая я попадаю вот на эту страницу. И помимо цветов, кстати, мы подряд вниз разберем, что здесь есть. Опять нажимаю на стрелку, опять попадаю вот в плагины. То есть очень просто попасть вот сюда. Нам нужно попасть сюда. И вот самое первое, о чем я хотел поговорить, это цвета по умолчанию. Кликаем сюда. У нас изначально цвета такие. Здесь переведено и сразу под цветом написано первичный, вторичный, текст, акцент. Акцент это всевозможные такие кнопки. Они сразу зеленым заданы. Это один и тот же цвет. И для заголовков и для иконков у нас используется первичный цвет. Вы видите, это голубой цвет, также здесь голубой. Вы просто кликайте по цвету, если хотите назначить свой произвольный. Смотрите, что происходит. Я выбрал цвет, и цвет меняется сразу к первичным элементам. Вы видите, заголовок стал фиолетовый, иконка фиолетовая. Соответственно, текст у нас вот этот, под ним прямо написано текст. Смотрите, я делаю зеленый, вы видите, текст стал зеленый. И, соответственно, если я сейчас добавлю ниже где-то текст, он уже будет зеленый. То же самое и заголовок и иконка, абсолютно. Дальше акцент. У нас кнопка, смотрите. Я беру, делаю синий, кнопка синяя. Я могу даже подтвердить свои слова, что это не просто слова, а действительно так. Смотрите, вот прямо из плагина я добавляю еще одну кнопку, и она уже синяя. То есть, вот принцип работы такой. И что здесь есть еще? То есть, во-первых, вы можете сбросить, и все цвета по умолчанию вернулись. Нажать готово, и применится все. Или внизу, смотрите, выбрать из готовых уже палитр сочетания цветов. Вот смотрите, кликаю сюда, смотрите, как все меняется. Кнопки красные, иконка черная, заголовок черный. Кликаю ниже, видите, акцент меняется. Ну все меняется вообще. Вот они. Обратите внимание сюда, я буду кликать по палитре, а вы смотрите, как меняется. Текст, кнопки. Вот так это глобально все работает. Не нравится, нажали сбросить. Думаю, с цветами здесь понятно. Дальше, глобально стандартные шрифты мы будем рассматривать в следующих уроках. У нас также по умолчанию задается шрифт робота. Называется так шрифт. И в следующих уроках, когда я поговорю про кастомные шрифты, покажу, как добавить свои шрифты на сайт, как раз разберем вот здесь вот по шрифтам. Дальше, смотрите, выбор цвета для палитры, то есть для какой палитры, чтобы вы сразу понимали. В любой элемент на сайте я захожу для редактирования, например, кнопка. Смотрите, захожу в карандаш, захожу стиль, цвет, текст или фона, неважно, хочу поменять. Вот ниже, вот эта палитра заготовленных цветов, чтобы сразу я мог отсюда бам-бам, вот так вот выбирать цвета. Вот внизу заготовка цветов, вы можете тоже подготовить вот здесь выбор цвета. То есть, смотрите, либо так меняете каждый цвет для палитры своей индивидуальной цвета, либо сразу готовая макет, вот так вот видите, я кликаю, нажимаете готово и все, и в палитре будет уже вот эти подставленные цвета. Далее, смотрите, глобальные настройки. Мы с вами уже затрагивали это в предыдущих уроках, когда говорил про глобальные шрифты, там отступ виджетов и так далее, что я говорил, что это пока мы не трогаем, вам это пока не пригодится. Также Lightbox, это всплывающее окно с изображением, то есть Lightbox для изображений тоже можно здесь отсюда отключить, включить в редакторе, назначить цвета, цвет фона, цвет кнопки там. Опять же надо смотреть, закинуть картинку, посмотреть, как она открывается. Позже тоже будем рассматривать, то есть отсюда тоже доступно это. Дальше, настройки консоли. Нас просто перебрасывает в настройки, которые мы уже с вами рассмотрели в прошлых видео. Об Elementor нас перебросит на страницу разработчика. Дальше, для многих возможно будет полезно Finder, то есть некий поисковик, если я сюда кликаю, смотрите, появляется такое окно, я могу перемещать его прямо по своему сайту. И зачем он нужен? Это для быстрого доступа в какую-то часть сайта, причем не только Elementor, а также и самого WordPress. То есть мы должны, конечно, знать наизусть, например, своей страницы. Например, у меня есть страница Elementor 9. Я ее просто здесь ввожу или набираю, и ниже, смотрите, у меня показывается. Видите, если я кликаю, она спрашивает, закрыть эту страницу. Вы не сохранили здесь ничего? Вы решаете, отмен или закрыть. Естественно, если отмена, то вы останетесь здесь, на этой странице. Если закрыть, то вас перебросит сразу же, прямо на эту страницу 9. То есть вот так вот работает этот Finder. То есть быстрое перемещение куда-то, чтобы, например, сократить. Смотрите, если я нажму сюда, потом вот сюда, чтобы мне просто попасть вот в эти страницы, да? И гораздо удобно вот этим Finder пользоваться быстрое перемещение по сайту. Соответственно, дальше просмотр страницы. Это просто просмотреть страницу с фронтальной части сайта, как она сейчас выглядит, и выйти в консоль. Это просто выйти из режима редактирования, попасть в админку WordPress. Если вас заинтересовал плагин Elementor Pro, вы сможете купить его по удобной ссылке, который я расположил в описании под этим видео. Также все полезные ссылки ждут вас в описании к этому видео. На этом уроке все, и увидимся в следующих видео.